Девушки отдыхают Так, играет красивая музыка, рисуется действительно летний кинотеатр, открытая веранда, хорошее настроение, звезды, прекрасный фильм, добрые, значит, дружественные друг к другу люди сидят, смотрят. Вот, ну, это такая идеальная картинка летнего кинотеатра, но у нас есть свой взгляд. Антон Долин, кинокритик, с нами сегодня. Привет, Антон. Привет, привет. Привет, привет. Да, ребят, ну и у нас сегодня, значит, такая очень интересная тема, на мой взгляд, любопытный целый мир, вот так скажем, целый кинографический мир, в который многие верят и считают, что он существует. А он действительно существует. Стивен Спилберг, величайший современный художник кинематографии, выдающаяся абсолютно личность, который работает и работал, и испробовал почти все жанры. Ну, об этом лучше расскажет Антон. И почему, собственно говоря, Спилберг у нас сегодня в летнем кинотеатре тоже, давай с этого начнем именно. Вот он есть вроде бы как, знаете, как говорить о Пушкине, он вроде как есть, все его знают, и в очередной раз мы к нему возвращаемся. Я думаю, что для Голливуда Спилберг это и есть то же самое, что Пушкин для русского канона классической литературы. Это вполне логично, или там, не знаю, Данте для итальянского канона. Поскольку для Америки главное искусство это все-таки не литература, а кино, первое, основное, основополагающее, закладывающее архетип в голову каждого человека, то есть несколько фигур, без которых это кино не существует. Ну, вот, в частности, Волт Дисней, например, и Спилберг, например. И поскольку у нас была с тобой задача попробовать поговорить про какие-то самые важные детские, подростковые фильмы, фильмы, которые могут человеку помочь вырасти, в том числе вырасти над собой, я думаю, что без Спилберга не обойтись. Спилберг это действительно целая вселенная, и что очень важно, это человек, который до сих пор жив-здоров, который работает, ему 71 год, но в сегодняшних условиях, обстоятельствах, это его возраст не пожилой, а я бы сказал, такой очень живой и все еще склонный к трансформациям, к поиску. Спилберг всегда был таким. Мне повезло, я трижды в жизни со Спилбергом виделся и общался, и, конечно, он производит совершенно сногушевательное впечатление именно тем, насколько он живой, абсолютно открытый, милый, ну, более чем прозрачный человек. Это не какая-то игра, это не какая-то маска, это не какой-то нарочитый демократизм миллионера, хотя, конечно, он человек очень богатый. Он, кстати говоря, самый кассовый режиссер вообще в истории мирового кино. 10 миллиардов. Да, 10 миллиардов собрали его фильмы, конечно, это немыслимо. Ну, смешно, Доля. Ну, во-первых, собрали его фильмы, не знаете, собрал лично он. Нет, нет, нет. Будем помнить. Я, в принципе, как явление. Да, он не делает фильмы, кто бы что ни думал, ради обогащения. Более того, у него продюсерская компания DreamWorks, он очень много продюсирует чужого кино, совершенно не все его фильмы кассово успешны, не все фильмы продюсированы кассово успешны. Все это делается ради оборота этих денег в природе кино, а не ради обогащения. Вот, ну, плюс там, конечно, благотворительность, все такое, это даже мы не будем обсуждать. Мне рассказывал Андрей Звягинцев, мой хороший знакомый, что когда он был на этом Оскаровском каком-то обеде, завтраке, не помню, вот сейчас, перед вручением Оскара, несколько обалдел, столкнувшись нос к носу со Спилбергом. Он говорит, что правда Спилберг? Реакция Спилберга была вот очень на него похожей. Он сказал, да, да, и полез в карман за правами, чтобы показать, что там действительно его фамилия и фотография, что он настоящий Спилберг. Понимаете? Ну, это качество отличное, кстати говоря. Великолепное. Потому что это непосредственность вот эта, которую взрослые люди, к сожалению, теряют самое ценное. То есть они с годами становятся более пафосные и при этом уходит вот это, особенно для творческих людей, когда уходит несерьезное отношение к себе, вот все, но это крест уже. Это правда, но это не у всех так, просто я хочу сказать, что гений очень часто бывает вот как дети в каких-то вещах. И Спилберг, конечно, именно такой. И у меня было такое же ощущение, я его спрашивал в одном из интервью, говорю, ну вот как осознавать, что вы там самый известный режиссер в мире, видимо. Как с этим жить вообще? Он говорит, я не знаю, я этого не чувствую. Я просто, я вот нормальный человек, живу, ну вот работаю, у меня следующий проект. Вот так вот, вот и все. И ему действительно нечего было особенно ответить. Не то, что у него был какой-то отрепетированный интересный ответ, что типа я такой же, как все вы, друзья мои. Нет, он просто действительно живет. Он действительно живет, как ребенок, азартно увлекаясь следующими своими проектами. У него всегда их туча. То есть, если он делает какой-то фильм, можно быть уверенным, что в голове у него еще 20 готовы. Он уже придумал, просто не нашел пока финансирования, не подобрал актеров, не нашел времени в графике, чтобы этим заняться. Представить себе простой Спилберга невозможно. Вот после предыдущего фильма, который был, как многие считают, не очень удачным, но я скажу свое мнение, мне кажется, что неудачный фильм Спилберга лучше удачных фильмов иных других режиссеров. Фильм назывался «Большой добрый великан». Он был в начале 2016 года, а сейчас 2018. И я жил весь 2017 год с ощущением того, что как же Спилберг замолчал. Потом думаю, господи, что же замолчал. Год прошел, успокойся, дай ему вообще. И наступает 2018, и выходит сразу две его картины одновременно. Секретное досье и первому игроку приготовить. С разницей, по-моему, в месяц. Две полнометражные, сложные, абсолютно разные картины. Одна «Оскаровского формата» с Мэрил Стриптомом Кэнсом, а другая «Молодежная» с спецэффектами, огромная, значит, развлекательная картина, которую он одну за другой сделал. Видимо, шел постпродакшн спецэффекты одной, в это время он доделывал другую. Почему он совершенно еще не останавливается никогда? Те, кто работал с ним как с продюсером, рассказывал, что он очень вовлечен, что он совершенно не деспотичен, никогда никому не скажет, давайте сделаем так, а не иначе, но что он никогда не безразличен к тем проектам, которые делаются. Вот, я хочу начать с конца. Дело в том, что я под эмбарго не имею права сейчас рассказывать про эту картину, я посмотрел ее вчера, но первая возможность о ней говорить будет в следующую среду, это «Новый мир юрского периода». Второй уже. Получается, это примерно пятый, что ли, фильм в серии, начатый когда-то с Тивеном Спилбергом. Он здесь продюсер, он не режиссер. Ага, ну он это запустил, эту серию, первый фильм «Девушки», да? Да, конечно, и второй фильм «Девушки», да? Да, второй тоже «Девушки». Вот, потом третий уже делал другой режиссер, потом «Парк юрского периода умер», начался «Мир юрского периода». Но тема та же самая, клонирование динозавров, приключения. И я смотрел фильм этот и думал о том, что идея, которая совершенно уже другому режиссеру, другим сценаристам принадлежит, это не Спилберг, это придумал, идея гуманизации динозавров, а там главные герои фильма больше спасают динозавров отталченных людей, чем от них самих спасаются. Эта идея, с одной стороны, совершенно противоположна вот этой традиции «Затерянного мира» Конан Дойлевского. Это был первый, его экранизация была первым фильмом про динозавров, и, конечно, Спилберг думал об этом, когда делал свою «Парк юрского периода» в 90-е. Вот, но очень близко идеи Спилберга, который любит такие перевертыши, и который любит персонажам, которые, по идее, должны или противостоять людям, или быть далекими от людей. Он дает им право голоса, он дает им возможность высказывания, он выводит их на аванс-сцену. Конечно, самый классический, великий пример – это его «Инопланетянин». Ну, и в «Парке юрского периода» это было, потому что фильм соединял совершенно несоединимые вещи. С одной стороны, «Парк юрского периода» – это была история про то, как это страшно, когда гигантское доисторическое чудовище за тобой гонится и может тебя сожрать. Ты сам его вытащил, откуда ты, из небытия, и вот оно за тобой бежит и зубами клацает. Но, с другой стороны, там были эти сцены, совершенно экстатические, когда дети и взрослые видят этих пасущихся диплодоков, трицератопсов, и ты не можешь в них не влюбиться. Эти уродливые страшные драконы, ты предполняешь к ним любовью. Мне кажется, это любовь режиссера к ним. Он, это же был один из первых фильмов со спецэффектами, такими компьютерами, где мы их создали. Да, один из самых первых, да. И вот он их создал, он чувствует себя настоящим творцом, богом, который создал этих существ, о которых всегда мечтал, и он ими восхищен, и он их любит. Это не какая-то извращенная любовь. Это действительно любовь, как бы, творца к своему произведению. Ну, там еще есть одна мысль, ты вот сейчас хорошо что-то вспомнил, потому что у меня самое было мощное впечатление, именно когда они их увидели. Да. Потому что я сам об этом в детстве мечтал, когда читал об этом, вдруг они материализовались, первый раз в моей жизни, эти динозавры, и вот это удивительное, сокрытое, абсолютно сакральный мир, который тут возникает. И вот, на мой взгляд, это самое было, самое мощное впечатление, вот у меня, во всяком случае, действительно, потому что он еще с собой не нес, и ни опасности, ничего, то есть вот они появились, да, это грандиозно. Абсолютная невинность, мир до человека. И это, конечно, вот сейчас звучащая у нас на втором плане, великая музыка Джона Уильямса, гениального композитора, который писал музыку к подавляющему большинству фильмов. Спилберг, да, вот это гениальная тема, которая звучит в новом фильме, конечно, тоже. Кстати, к разговору о многообразии Спилберга, ведь в 93-м году вышел паркюрского периода, все запомнили эту музыку, он стал кашкасовым лидером, понятное дело, и в этом же году вышел список Шейнгера. Один и тот же год, две такие картины. То есть, я даже не помню, честно сказать, таких прецедентов, но разве что один прецедент, Ингвер Бергман в течение 53-го, нет, 57-го года сделал одновременно «Седьмую печать» и «Земляничную поляну». За один год они вышли. Но больше таких случаев я просто в истории мирового кино не припомню, ведь кино – это длинная, сложная история. А Спилберг еще, ну, как у Списка Шейнгера огромный костюмный фильм с гигантской массовкой, а паркюрского периода со спецэффектами сложными и так далее. Вот. И, конечно, раз уж мы начали с конца, я скажу и про первому игроку приготовиться. На самом деле, этот фильм меня совершенно восхитил. Я о нем готов говорить часы. Потому что идея казалась, ну, невероятно рискованной. Новый роман, фантастический, написанный современным писателем. Причем этот писатель вырос в том числе на фильмах Спилберга. Он фанат Спилберга. Написал об этом книжку про, значит, мир будущего, где сплошной интернет и видеоигры. И геймеры ищут пасхальное яйцо. И я книгу читал. Там много отсылок, ну, например, к Индиане Джонсу и последнему крестовому походу. Понятное дело. И там вообще отсылки ко всей культуре. И Спилберг сам экранизирует историю, вдохновленную собой же. Я думал, ну, вот это вот уже, рифма к рифме к рифме, ну, не может она быть красивой и изящной, как первая рифма. Это просто невозможно. Но Спилбергу, черт побери, удалось переприсвоить этот мир. Наверное, потому что сама идея эскейпа, сама идея побега в кино, как в параллельную реальность, в которой ты встречаешь самые невероятные возможности, в которой ты можешь проводиться в любую эпоху, на любую планету, встретиться с кем угодно, самым неожиданным существом, как опасным, так и чарующим. Спилберг в каком-то смысле был одним из первооткрывателей этой идеи в Голливуде. И поскольку он был одним из первооткрывателей, он легко, легкомысленно, можно сказать, с новыми спецэффектами, с новыми технологиями взял и вернул это себе. И сделал абсолютно молодую, мускулистую, энергичную, классную картину, которая во всем соответствует требованиям современного блокбастера. Как продюсер он это делал не раз. Например, он продюсировал пресловутых «Трансформеров». Я их ненавижу, говорить про них не хочу. Это фильм Майкла Бэя, а не Спилберг. Но ясно, что это совершенно современное, конечно, кино. И Спилберг, как продюсер, имел прекрасное чутье, когда дал этому всему ход. Вот. Но первому игроку приготовиться, это, конечно, его настоящий фильм. И вот два моих сына, одному 15-16, сейчас уже тогда было 15 еще, второму 8, это смотрели. И я видел, что для них обоих это их кино. Это про них кино. Они абсолютно себя в этом всем видят. И если объяснить им, что это снял дядька, которому за 70, ну они, ну я не могу сказать, не поверят. Поверят, конечно, но пожмут плечами, им это все равно. Но это ни из чего не следует, что это кино, которое сделал какой-то их условный дедушка. Это сделал не дедушка. Это сделали их сверстники. Это про их сверстников. Это про них самих. И это вот способность совершенно, конечно, поразительная. Находить с аудиторией, в том числе с детьми, общий язык моментально. Это, конечно, природный дар. Это не технология. Это не работа, условно говоря, над какими-то готовыми штампами, которые, допустим, должны так или иначе отозваться в чем-то сердце. Да, потому что у многих есть, как они попадают как раз в ловушку, им кажется, что оседлав технологию, они найдут быстрейший путь, как раз самый короткий путь к подросткам и к детям. Потому что они используют технологические те же приемы, в которых мыслят эти дети. И это ошибка. Потому что ты должен, как вот Спилберг, совершенно ты правильно говоришь, он как вот родился интересующимся каким-то ребенком, он ими остался. И его энергии хватает для того, чтобы и продюсировать. Не только ради того, чтобы продюсировать, а потому что он общается с огромным количеством молодых, энергичных, творческих людей. И сам за счет этого, мне так кажется, и очень сильно подзаряжается. И тогда не теряет адеквата абсолютно. Да, он всегда дает другим людям тоже. Вот свобода, кстати говоря, самая натуральная свобода, когда ты не вычищаешь вокруг себя поле, чтобы оставаться Спилбергом, предположим, а наоборот внедряться и привлекать к себе людей. Если мы отмотаемся назад, к самому началу Спилберга, он же взялся откуда? Он был изначально, ну, кроме того, что он подносил кофе на студии Universal, мечтал заниматься кино, он не из какой-то киношной семьи. Просто это было его страсть, его любовь с детства. Потом он сделал фильм Дуэль, потом он сделал фильм Шугарленский экспресс. Такие были очень важные фильмы, Дуэль был сделан для телевидения. В них была идея, вот, Рот Муви, Побега, это 70-е годы. И 70-е годы это самое время торжества нового Голливуда. То есть того периода американского кино, когда фильмы снимались, очень большие фильмы для взрослого зрителя. Серьезные фильмы, абсолютно без скидок на что-то. Так работали Брайан де Пальма, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форф Коппола и Уильяма Фриткина с французским связанным. На самом деле их были 10-12 крепких, очень талантливых людей. И были в том числе молодые люди, Спилберг и Лукас, которые тоже были частью этого поколения. Спилберг, он еще тогда, в эту секунду еще нет. Он делал Спилберг в Голенский экспресс, а Лукас в американских граффити. Первые фильмы именно в этом духе сделаны. А потом, ну, многие считают, что Спилберг и Лукас все это убили, потому что они родили блокбастер. И превратили публику, как говорят презрительно многие, значит, культурологи и кинокритики, в зрелище для тинейджеров с попкорном и кока-колой. Но на самом деле, ведь это был невероятный поворот сознания. Разбудить человека, смотрели ведь не только тинейджеры, внутреннего тинейджера, привлечь тинейджеров от мультиков, от телевизора оторвать, привлечь их в кино, чтобы они ходили туда, и чтобы они чувствовали там себя. Для этого пришлось придумать, собственно говоря, блокбастер. Сегодня мы говорим слово блокбастер не задумываясь, думая, что они были всегда, что любой большой фильм блокбастер. На самом деле блокбастер фильм как задумывается, как огромная машина по сбору денег, и машина по производству простых, внятных, моментально вложащихся на ум смыслов. И это придумали именно Спилберг и Лукас. Спилберг был первым. Это был 1975 год конкретный. Фильм «Челюсти». Ну, сейчас про него скажут, там есть не обнаженная натура и всякая жестокость, что это типичный 18+. Я-то считаю, что это первый, на самом деле, пугающий фильм или фильм ужасов, который должен посмотреть растущий ребенок, подросток в свои 12-13 лет. Это действительно великая картина. И сейчас, если нам включат музыку, вот она звучит. В чем гениальность музыка Джона Уильямса? Ему Спилберг сказал, сочини мне тему «Акулы». Тот долго сочинял, потом они встретились и говорит, я тебе придумал тему. И стал играть пальцем две ноты. Вот оно звучит. Тот говорит, ты что, спятил, что ли? Это две ноты просто. Тот говорит, это будет самое лучшее. Это будет работать, поверь мне. И действительно, эта тема сработала. Причем она сработала так, что когда она начинает играть в фильме, а акулы мы еще не видим, мы уже начинаем бояться. И на самом деле есть хитрость. Там есть несколько обманных моментов, когда мы ждем акулы, а ее нету. Так вот, музыка в обманных моментах не играет. И поэтому... И когда вы зайдете к музыке, мы точно знаем, что акула здесь где-то. Совершенно верно. Вот акула уже приближается к нам. «Челюсти» действительно великая картина. Это не только развлекательная картина о борьбе человека с монстром, с чудовищем. Это, конечно, наследует самому великому роману американской литературы «Моби Дику». Историю противостояния человека и природы. Природа, которая персонифицирована в этом чудовище. Но в то же время история приключений. И если ты помнишь, невеликий охотник, тот, кто побеждает в конечном счете, это чудище. А вот этот слегка нелепый интеллектуал вместе с шерифом, они вдвоем... Это тоже открытие, кстати говоря, было, да. И вот этот вот Рой Шайдер, любимый какое-то время актер Спилберга... Об этом не скажем. Потерпи чуть-чуть. У нас сейчас перемена и взрослые новости на мультике. Летний кинотеатр. Фильмы Стивена Спилберга. Антон Долин. Мы остановились... На челюстях. Да, потрясающая тема. Вот эта ири-ири-ири-ири. Акулы нет, но мы знаем, что она рядом. Вот это самый страшный, кстати, феноменальный, отличный трюк, который настолько лежит в природе человеческой, когда мы вообще любим, с одной стороны, бояться и боимся бояться, а это сюда художественно возвращает к нашим страхам. Я не знаю ни одного ребенка, который не любит страшное кино. Просто у каждого свой порог страха. Некоторые страшные фильмы ты до определенного года смотреть все-таки не будешь. Да, да. Но будешь о них думать... Вот мой восьмилетний сын меня бесконечно спрашивает про фильм «Оно». Он его боится смотреть, но он уже все знает, что там происходит, очень хочет, но ему страшно. Ну, вот о паркерском периоде он уже может, например. А старший был покрепче, и уж точно в восемь лет все челюсти уже посмотрел. Ну, конечно, не надо никого заставлять. Я просто можно констатировать, что в 1975 году люди пляжи опустили в Америке, и все ринвили в кинотеатры. Так родился феномен летнего блокбастера, собственно говоря. Спилберг сделал это еще много-много раз. Много раз. И, наверное, самая долгожительская из всех историй, которую он придумал, и она очень важна, потому что он придумал ее вместе с Лукасом. Лукас к этому моменту уже был известен всему миру как автор «Звездных войн», Спилберг как автор «Челюстей» и «Близких контактов в третьей степени», одного из важнейших научно-фантастических фильмов. Они вместе придумали Индиану Джонса. Ну и, наверное, нельзя к этим двум участникам не добавить еще двух, они не менее важны, ну или чуть менее важны. Лукас был автором идеи и продюсером, Спилберг был режиссером. Конечно, опять Джон Уильямс. Если бы не написал эту тему, я не знаю, получился ли бы этот фильм. Вот вопрос, кстати говоря, да, потому что она является действительно отдельным героем совершенно. Потому что ты же действительно, это редкость, когда ты фильм вспоминаешь, звучит музыка, и тебе полностью встают все картины. Я не знаю человека, который, когда ему говорили слова Индиана Джонса, не начинал бы тебе в ответ насвистывать, напевать вот эту вот мелодию, даже при полном отсутствии слуха. Такой связки музыки с кино, ну, может быть, еще тот же Уильямс со «Звездными войнами». И все, я третьего примера уже не вспомню. То есть их два и написаны одним и тем же композитором. Вот. И, конечно, четвертый участник – это Харрисон Форд. Ну, для кого-то он же и первый, без него невозможно. Он и есть Индиана Джонс, археолог в его шляпе. Чем гениален Индиана Джонс? Существующую с 19 века, с возникновения идеи прогресса, как темы для приключенческого романа. Конечно, самый прямой предок Индиана Джонса – это романы Хаггарда, про Алана Кватермейна, это ясно, копия царя Соломона и так далее. Но и Жюль Верн, и профессор Челленджер всего «Затерянным миром», то есть Конан Дойль – это все тоже там в анамнезе. И многие-многие-многие другие как бы второстепенные авторы, в том числе совершенно замечательные, там, ну, я не буду даже, Бусонар, Саботини, много-много-много их было. И, конечно, идея гениальная в том, что главный герой тут тоже как ребенок, он археолог, он ученый, на то же время он верит в чудеса, он верит в то, что можно найти ковчег Завета, чашу Грааля. То есть только ребенок, только школьник может верить в такие вещи всерьез. И верит в то, что можно в одиночку справиться, не знаю, с толпой кровожадных, сумасшедших жрецов Кали, ускользнув, что всегда где-то ждет вагонетка, в которую можно прыгнуть, и она тебя куда-то умчит, и ты все равно, тебе удастся все равно победить. И вот эта вот жизнь, как бесконечный аттракцион приключений, который не дает ни на секунду тебе затормозиться, остановиться, и постоянно несет тебя вперед, не дает зрителю заскучать, это, конечно, ноу-хау Спилберга, только он умеет кино так постоянно движущееся делать, он много раз это повторял, не в каждом фильме он такую задачу перед собой ставил, но тут точно. Но это его фирменный, конечно, почерк. Там еще есть один, вот если говорить о Харисене Фурте, что меня поразило чисто актерское, там тоже находка есть, помимо того, что он верит в то, что можно это найти, без апелляционного, собирая свой вот этот вот гардероб, кнут, куртку, ботинки, вот эти штаны и шляпу. Шляпа, шляпа, конечно, безусловно, там у него такой джентльменский набор и низковисящий пистолет, там все вот детали важны. У него удивительная там актерская штука есть, я вот как актер это отмечаю, это придумано потрясающе, у него, при том, что он верит, все равно такое удивление в глазах, когда что-то вылезает. Не все равно, а именно поэтому. Как? Вот так вот. В глазах ребенка всегда мировоззрится заново. Понимаешь, вот в чем дело, понимаешь, какой тупой бы сыграл бы, что я все равно не боюсь же ничего. А это неужели? Форд, конечно, это потрясающе. Именно такое, и я просто не договорил, компонентов несколько. Есть компонент, это приключенческий, есть компонент, конечно, вестерновый, потому что кнут, шляпа, это все пародия на вестерновый мир, только вестерновый мир был гораздо более заторможенным, конечно, в кино до Спилберга. И даже у Сэрджа Леоне это было все замороженное кино, а тут сверхдинамичное. И третье, это, конечно, невероятная пропаганда научного мышления и науки. Потому что речь идет об ученом, который спасает у всяких авантюристов, сумасшедших фашистов и так далее артефакты, для того, чтобы они принадлежали народу, для того, чтобы у них была их научная... И, заметим, есть абсолютно антиутопическая картина правительства американского, у которого есть огромный склад, где они прячут все это от народа. Это очень смешно. Ну, это их издевка над конспирологией. Чаша Грали есть, просто она спрятана от народа где-то правительством. Они играют в это с удовольствием, с кайфом и, конечно, колоссальной иронией. Извини, это вот ты... У меня с этой шляпой сейчас угомониться не могу. Ты ей сказал и вестерны, и шляпа. И ведь в свое время, когда я еще не видел фильма, я сначала увидел плакаты, потому что его еще не было, это фильмы. Я когда увидел шляпу, я понял, что это какой-то крутой вестерн. И потом сзади вдруг там появился, значит, биплан. Биплан, и это как можно вестерн, биплан. И оказалось, что он еще соединил вот тот вот кинематограф старый, самый классический вестерн, и соединил вот эту линию, восстановил Джон Форд, значит, этот... Плюс фашисты и рыцари. Все сразу. Это удивительно. Просто в одну линейку все это вошло. Это правда. Объединенных героев, и вот эта музыка. Смотри, ты начал вспоминать и Жюль Верна, и еще какие-то, и Конан Дойля. Ведь эта музыка, которая звучит, она идеальна для всех этих произведений. Вот будет всплывать на Утилус, или что-то будет... Или шар попадет в какой-то, значит, в торнадо, если зазвучит эта музыка. Ну, железно работает. И в то же время, если говорить о вестернах, конечно же, вот эта вот труба, которая тут в начале, это кавалерия, которая скачет к индейцам, чтобы остановить их на какой-то форт. Это отсыл еще к Дмитрию Темкину, вот его всех вот этих вот... Ну, если не знать, Дмитрий Темкин, это наш бывший соотечественник, великий композитор голливудской, раннего голливудского кино. Да-да-да, такая классика отличная. Вот, но величие спил, конечно, его многообразие, потому что он придумывал модель, и он на этой модели не зацикливался. Он придумал челюсть, он мог всю жизнь стричь купоны с этого. Он сделал близкие контакты третьей степени, и мог бы делать только на улице фантастическое кино, которое он делал периодически. Он сделал Индиана Джонса, мог бы не останавливаться. Он и сейчас пятый фильм готовит, кстати говоря, в 20-м году должен выйти. Вот, несмотря на то, что четвертый, конечно, критиками был разруган, беспощадно, и, в общем-то, по делам. И все равно, честно признаться, конечно, Кафи ословил от королевства хрустального черепа. Хотя это несравнимо с предыдущей, как бы, трилогией. Все равно ословил. Но в 82-м году появляется инопланетянин. Вот, ты знаешь, я где-то читал совершенно потрясающий список величайшие еврейские фильмы всех времен. И там на одном из первых мест инопланетянин. И я... Смешно. Да, я сначала так офигел, а потом я вспомнил, что Спилберг мальчик из еврейской семьи, который еврейство свое всегда не замечал, он его от себя отодвигал. До списка Шиндера в 93-м году он фактически этой темы вообще не касался. Он побавился в ней, ничего не понимал. И вот возникает инопланетянин. История бездомного существа, маленького, бездомного, на вид вроде бы страшного, но абсолютно волшебного, который мечтает об одном, о возвращении домой на родину, будучи чужаком, вот этим маленьким чужаком в огромном враждебном мире. Конечно, это великая еврейская история. Ну, то есть, метафорически. И поэтому она настолько великая, потому что многие этого тут не видят и не чувствуют. Конечно, инопланетянин это наряду, разговор о великой еврейской классике, наряду с книгами Кавки, это величайшее произведение о том, что такое быть чужим и как сделать чужое не чужим. О том, что в чужом есть угроза, но магии в этом больше. И ты можешь этой магией заразиться, как в знаменитом кадре, когда палец вот этого существа инопланетянинно прикасается к пальцу мальчика и возникает свет. Или в знаменитый кадр, когда велосипед летит на фоне Луны. Это на цитаты уже разобрали, потому что это невозможный кадр, беспредельный, когда он там, они его, значит, увозят. А там с пальцем, кстати, говорят, ты знаешь, я вспомнил фреску Микеланджело. Конечно. Да-да-да. Бог и Адам. Когда вот такие отсылы, это, конечно, очень мощно. Ну, Спилберг действительно великий человек, поэтому у него на самом деле существует вот такой масштаб. Получается в хорошем смысле религиозное кино, потому что он базируется на очень мощных, таких базисных... Ну, к разговору о религиозном фильме, ведь главное тема инопланетянина вообще это оставленность. Ведь главный герой это мальчик, у которого из семьи ушел отец. Он тоскует без отца. И вместо отца, отец это ветхий завет, он фактически ведет новый завет в виде появляющегося, несущего свет, левитирующего вот этого инопланетянина. Идти. Но это настолько неназойливо, это настолько непоучительно, это с настолько мягким юмором сделано, хотя момент смерти инопланетянина, конечно, это один из самых трагических моментов вообще в истории кинематографа. Я думаю, те, кто не плачет, смотря этот фильм впервые, их почти не существует, таких людей, ну или это люди вообще с каменными сердцами. Безусловно, ну и кроме того, конечно, для спецэффектов в своем 82-м году это был прорыв нечеловеческий. Спилберг этот прорыв совершал тысячу раз, в последний раз первому игроку приготовиться он это сделал. То есть он не останавливается с этими прорывами и продолжает их делать. Вот, и, наверное, вот мы сказали про Челюсти, мы сказали про Индиану Джонса, мы сказали про Инопланетянина, а следующий по-настоящему детский фильм, который он сделал, был фильм абсолютно провалившийся и разруганный критиками, на мой взгляд, несправедливый, в котором была некая эссенция, некий смысл и тонкость того, чем вообще хорош Спилберг. Это был фильм 1991 года, как раз перед возвращением Спилберга в славу с парком юрского периода, это был фильм «Капитан Крюк». Дастин Хоффман. Дастин Хоффман и Робин Уильямс. Хоффман играл Крюка, а Уильямс играл постаревшего Питера Пэна. Сама идея этого фильма, то, что Питер Пэн может постареть и может быть взрослым, но он все равно может вернуться и снова стать ребенком, мне кажется, это и есть самое автобиографическое кино во всем творчестве Спилберга. Это разговор о нем. Он этот Питер Пэн, конечно. И его вера, вот эту дурацкость, его абсолютно непререкаемая вера в возможность чуда, в возможность отката, возврата в детство, это и есть то, чему мы на протяжении этих долгих лет поражаемся. И особенно поражаемся, когда, сегодня это не наша тема, мы об этом не говорим, когда мы смотрим его взрослые фильмы, которые он делал параллельно и в которых красноинфантилизма нет никакого. Хотя, например, величайший из них «Империя солнца» он о ребенке, герой-подросток, но фильм взрослый. Это и «Список Шиндлера», и «Цветы лиловые полей», один из самых жестких антироссийских фильмов в истории американского кино. И «Амистад», и «Спасти рядового Райана», и «Мюнхен», ну, то есть, и, конечно, плеяда поздних фантастических фильмов, такие как, тоже не детских, «Искусственный разум», «Особое мнение», и «Война миров», мы про Уэллса говорили, думаю, одна из лучших ролей Тома Круза именно в этой версии Уэллсовской вещи. Вот, но остался один очень важный, последний момент, который мы не обсудили, это «Спилберг-продюсер», и я думаю, что мы сейчас после нашей микропаузы как раз перейдем. Да, да, отдельная тема. У нас Стивен Спилберг, Антон Долин, оставайтесь с нами. Так, ну, продюсирование Спилберга – это отдельная тема вообще, в принципе? Да, я хотел буквально две картины еще назвать, которые принадлежат к позднему периоду Спилберга, я сказал уже о самом позднем, о большом и добром великане. И первому игроку приготовиться. Но перед этим в 2011 году он выпустил сразу две картины, как у него это иногда бывает, как я уже говорил, «Боевого коня» и «Приключения Тинтина. Тайна единорога». Вот. «Боевой конь» очень мне нравится, это классическая подростковая история антивоенная, война, показанная с точки зрения лошади, представить себе ребенка, который будет безразличным к этому. Это, кстати говоря, в Англии классическая подростковая театральная постановка, очень-очень популярная. Масса призов получавшая с куклами, куклой коня. «Приключения Тинтина» это «Моя любовь». Это фильм, который был сделан в совершенно экспериментальном ключе, это как бы мультфильм, но в то же время не мультфильм, это «Мошн Кэпчер». Там актеры настоящие играют. Это специальные датчики, которые устанавливаются на теле актера. Актер действительно играет, но потом на основании этого в компьютере рисуется персонаж. Он может быть как в комиксе, совершенно условном, но все его реакции, не только голос закадровый, но то, как он морщит нос, так он взмахивает рукой, это все делал человек на самом деле, актер. Это переведено на другой художественный язык. Совершенно верно. «Приключения Тинтина» это экранизация великого, подчеркиваю это слово и настаиваю на нем, великого комикса, Эрже, бельгийца, одного из основоположников франкоязычного комикса, о приключениях мальчика-журналиста в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годах. С 40 лет он на этого. Собака с ним еще. Да, собачки по имени Снежок или Милуг в французской версии. Дело в том, что я не верю, что мог бы появиться на свет Диана Джонс без Тинтина. То есть я думаю, что Спилберг опять же вернулся к тому, ты правильно абсолютно сказал, точно, там даже и биплан с пламмой, который садится на воду. Это все то же самое чудесное ретро. И вот одну из самых приключенческих прекрасных историй, называется «Тайна единорога» из жизни Тинтина, экранизировали вместе Спилберг, вот он работал с Луксом, а тут он сработал с Питером Джексоном, режиссером Василина Колец. Очень дяденька, да. Совершенно верно. И они вдвоем это придумали, Джексон спродюсировал, Спилберг срежиссировал, и сейчас они планируют вторую часть. Непонятно, когда она будет, но они уже над этим работают. Вот. Ну, его сказали о продюсировании, следующая часть, которая будет, ее будет режиссировать Джексон, а Спилберг продюсировать. Они два фаната Тинтина. Угомониться не могут. Да, да, да. И Спилберг продюсер, это, конечно, отдельная тема. Нам не получится подробно об этом говорить, но я думаю, что мы обязаны хотя бы просто рассказать о тех выдающихся картинах, которые, начиная с появления вот сначала Эмблин, продюсерской компании Спилберга, а потом Дримворкс, фильмы, которые абсолютно меняли представление всего мира о том, что такое развлекательное кино. 1984 год, это появление лучшего, наверное, фильма Джо Данте, «Гремлины», продолжение которого тоже спродюсировал потом Спилберг. Великая рождественская сказка и в то же время фильм ужасов, и в то же время комедия, все в одном. По-моему, эта картина, ее обаяние странное, причудливое, не меркнет до сих пор. Всего год спустя, в 1985, получает всемирную известность молодой режиссер Роберт Зимейкес, благодаря фильму «Назад в будущее». Все три части тоже спродюсированы Спилбергом. И кто подставил «Кролика Роджера», это тоже спродюсировано Спилбергом. То есть Зимейкес, его часто называют третьим в плеяде Спилберга Лукаса Зимейкеса, это так и не так, потому что Зимейкес, потому что возраст у них сопоставимый, он бы не появился без Спилберга. Все-таки он отпочковался от Спилберга и очень многому у него научился, что никак не умаляет его собственных достижений. И в том же 1985 году, что характерно, появляется еще одна выдающаяся картина еще одного режиссера, которого тоже патронировал, в общем-то, Спилберг, Барри Левенсона, это молодой Шерлок Холмс. Многими забыта эта картина, а совершенно напрасно, это потрясающее приключенческое кино, нежнейшее, трогательнейшее про любовь, постмодернистское, ироничное. И там была сцена, в которой с витража рыцарь спрыгивает, да, это галлюцинация, он оживает, спрыгивает на пол церкви и идет, значит, войной на главную, не на главную, на одного из героев. Этого рыцаря рисовал юный Джон Лассетер, будущий основоположник студии, основатель студии Pixar и главный аниматор 3D-анимации в Америке и в мире. Это тоже благодаря Спилбергу. Его креативности и его авантюрности, его вере в это все. Несколько потрясающих для своего времени, для 80-х полнометражных мультфильмов, которые сейчас, к сожалению, подзабыты. Американский хвост, например, Земля до начала времен про динозавров, например. Это было до, задолго до парка юрского периода. Спилберг морально готовился динозавров, он любил, конечно же, всегда. Вот, я не хотел бы забывать того, что Спилберг в 90-м году стал одним из продюсеров фильма «Сны» Акиры Курасавы. Поздняя, сложная, очень интересная картина. А вот это любопытно, кстати, это замес. Потому что у него не было вот этой специализации только на детском, только на развлекательном. Например, «Мы страха» Мартина Скорсеза в 91-м году тоже он спродюсировал. И «Братьев Коэнов», «Жечь после прочтения» тоже он продюсировал. То есть Спилберг, он очень... Нет, не «Жечь после прочтения», «Железную хватку», я вру. Спилберг очень-очень-очень разный. Отличный. Но вместе с тем он это и «Флинстоуны», и «Каспер», и, вспоминая о челюсти, «Смерч» Яна де Бонта, это тоже он. И «Люди в черном» это тоже он. И «Столкновения с бездной» это тоже он. И даже «Шрек» это тоже он. Вот такой он, Спилберг. Многообразный, незабываемый, невероятно разный. Да, «Флаги наших отцов», «Письма Севадзима», «Клинтеисту» до заманительной идеологии – это он. «Трансформеры», к сожалению, тоже он. Вот. То есть бесконечно, бесконечно можно перечислять. Бесконечно можно перечислять. Очень жалко, что мы уходим из эфира. Абсолютный человек эпохой Возрождения. Спилберг. Антон Долин. Ходите в кино, смотрите фильмы Спилберга. А сейчас у нас «Перемена» и «Взрослые новости на маяке».